Музыка Музыка Продолжение следует... Как только на границе НКР и Азербайджана грохочут пушки, так первое, что делает Шокюр, призывает мусульман сплотиться. Вроде как джихад. Ну, сплотились некоторые 20 лет назад. Басаев сплотился со своей бандой, Хаттаб сплотился. После чего вся эта рассада из сплоченных бандитов с арабской вязью на лбу, продув армянам войну, оставила джихад на усмотрение азербайджанцев и отправилась в Россию поджигать Кавказ. Итог почти 7 тысяч погибших и пропавших без вести. С Афганистана сплотились, Хикматияр сплотился, прибежали на джихад Аллах Шокюровский, тоже долго не задержались. А Шокюр все джихадирует и джихадирует. Любит он видеть во всем джихад. Даже в межнациональном конфликте. Но интересно, если бы не армяне, а лезгины или талыши вдруг поднялись, сделали бы какое-либо восстание и захотели отделиться, где они компактно проживают, отделить эти районы от Азербайджана. И проживают они там тысячелетиями. Как бы повел Шокюр на этот раз? Неужели тоже джихад мусульман против мусульман? Особенно касаемо талышей, учитывая, что сам главный мулла Азербайджана этнический талыш. И вообще странно от первого эксперта по исламу в Азербайджане слышать о джихаде, как о священной войне. Мне интересно, чем занимался Шокюр в студенческие годы в медресе Бухары, когда изучались хадисы? Мне ли этническому христианину рассказывать мусульманскому лидеру страны, что такое джихад? Что джихад переводится с арабского всего лишь как старание, рвение, усердие. Иначе говоря, джихад это борьба с самим собой, со своими пороками, своим нафсом. К примеру, целесообразнее Шокюру было бы объявить джихад против себя, против обжорства, лицемерия, против лжи. Вот это был бы настоящий джихад по Корану. И пророк Мухаммед, саляляху алейху ассалам, был бы доволен. И имам Али, алейхи салям. Шейху ль-ислам, ничего не поделаешь, титул у него такой. Пытается даже ирано-иракскую войну 1980 года окрасить в джихад. Говорят, что воюющие на передовой были верующие с тюрбанами на голове. Они воевали с тюрбанами на голове и автоматами в руках. Почему? Потому что воевать за Родину является частью веры. Вот только непонятно, частью веры кого? Иранцев или иракцев? И те, и другие мусульмане. Джихад против джихада. Какое отношение политическая война за территорию имеет к джихаду? Здесь Шукюр, конечно же, лукавит. И хочет назвать эту войну шиитов против суннитов. Ведь в Иране именно так называют эту войну. Дефае махаддас. Священная война. Однако Шукюр не осмелился озвучить мысль точная. Ведь мусульмане, кого он призывает джихаду против армян, по большей части сунниты. А значит априори, обернуть свои слова против себя же самого. Да, чуть не забыл. Дефае махаддас в Иране только называется так. Клирикально. Под грифом священная. Имеется в виду метафора. За Родину. Именно поэтому армяне, граждане Ирана, отважно воевали в этой войне, будучи христианами. Награждены орденами и медалями Исламской Республики. Похоронены, как иранские шахиды. А глава Исламской Республики Иран посещает юбилейный дат той войны семьи погибших армян и офицеров в Ирано-Иракской войне. Вот такой джихад. Шукюр. Плохой пример вы привели с Ирано-Иракской войной. Хотелось бы также обратить внимание на прошлое шукюра и шукюроподобных мул. Почему, объявляя джихад, сам мулла не принимал участия в войне в Карабахе, но призывал туда молодых людей, напутствуя им волю Аллаха. Поверьте, Аллах не в меньшей степени нуждается в том, чтобы сам шукюр отдал себя в качестве курбана, нежели молодых людей. Словом, во власти Азербайджана, начиная от светского правительства и кончая духовенством, никто не принимал участия в войне в Карабахе. Ни сам президент, ни премьер-министр, ни тот мулла, который призывает джихаду. Сам мулла, кроме духовного, не имеет никакого образования. Но и духовным, как вы поняли, не блещет, ибо путает джихад как понятие в исламе и джихад как понятие в исламизме. Судя по всему, шукюр-исламист, правда, не нюхавший пороха в пороховницах. Зато умел и клевещет над тех, у которых и великолепное образование, и боевые заслуги, и математические способности, и к иностранным языкам гораздо, и к литературе. Ваша первая золотая медаль, насколько я знаю, была вручена еще до того, как вы поступили в Духовную Академию за раскрытие образов романа «Мастер и Маргарит». И вот складывается такой вопрос. Не повлиял ли этот булгаковский и мистический роман на вашу дальнейшую богословскую деятельность? На богословскую нет, конечно, но на склад мистических жизней, конечно, бы он влиял, хотя еще до булгаковой я уже был мистиком, то есть до моей дипломной защиты, которую я защищал в институте. Ну, конечно, у булгаковой это не чисто христианский роман, хотя там элементы есть разного рода мистики, конечно. Так что это уж... Я через 4 года после защиты дипломной уже поступил в Духовную Академию. Это касаемо образованности духовенства. А там, где образования отсутствуют, там и сплетни. Шокюр Паша Заде неустанно распространяет сплетни о подлых и хитрых армянах, о лжецах в среде армянского духовенства. Честно говоря, мерзко слышать такое от мулы, мусульманина, мужчины, все эти сплетни. А теперь внимание. Я задал вопрос архиепископу Карабахскому Паргеу, безобидный вопрос, о том же Паша Заде. И обратите внимание на его резкий ответ мне. Вы стояли у истоков этого армяно-азербайджанского конфликта. С 1989 года являлись предводителем Карабахской епархии, армянской апостольской церкви. Скажите, было бы ли возможно в то время не дать разгореться этому конфликту, если бы власти дали возможность духовенству в то время вмешаться? Вы знаете, духовенство, в общем-то, в 88-м году после резни в Сунгаэти у нас в Ростове была встреча духовенства Советского Союза, где присутствовал лидер Азербайджана, Шейхумишла Паша Заде. В Азген Каталекос, я тоже присутствовал при этом. Это было 6 марта, буквально через три дня после резни. Так что Советский Союз в этом плане никому не препятствовал встрече религиозных лидеров. Мы просто по-другому должны были решать вопрос Овцаха, Карабаха. А что тогда между вами обсуждалось? Я знаю, что... Да, нет, ну тогда мы, как и всегда, обсуждали, нет, обсуждали то, что этот конфликт не носит религиозный характер, что было совершенно правильно. Конфликт своей освоить не несет. Хотя пытались преподнести, что это религиозный конфликт. Были силы, которые пытались ее перевести в религиозное русло, хотя это, конечно, очень страшно, и это неправильно. Так что в этом плане первый раз эта фраза у нас зазвучала в 88-м году, 6-го именно марта, в Ростове. И потом после этого были неоднократные встречи в 93-м году в Женеве, потом в Москве, встречи в Баку, встречи в Ереване. Мы всегда подтверждали, что это не религиозный конфликт. Что тогда послужило тому, что Азербайджан объявил даже одно время джихад и призвал на войну тех же афганцев, арабов, других представителей мусульманской религии? Ну, я думаю, у него всегда хватало наемников. Деньги есть, можно платить. Да, они приезжали, уезжали. Но этот джихад провозгласил с ней шейх Мулислава пошел задать. Может быть, у некоторых их появились. Скажите, а последние годы вы встречались с ним, шейхом Мулиславом? Или это вот первое во время конфликта были у вас встречи? Нет, у меня было несколько встреч. Наверное, я раз 5-6 не встречался. Ну, последние 2-3 года, может быть, нет, но до этого, да. Какое на вас впечатление произвел? Ну, нормально. Не в его власти это остановить. Дело в том, что я не зря спросил, если, допустим, открыть средства массоинформации, западные, российские, те же даже азербайджанские, с его стороны, чего не слышно, кстати говоря, от нашего каталейкоса Горигина II, имеете такие политические нотки. Например, когда у них были переговоры с Горигином II об освобождении пленных наших, и наоборот, или, допустим, когда в Начахиванской республике разбивали хачкары, он тоже это как-то связывал, что никакого тут политического оттенка нет, здесь просто идут очищения территории от каких-то там дальнейших строительств. Вы считаете, что он лукавит, или он действительно не имеет никакого лоббирования власти на него? Почему мы с вами о нем говорим? А мы сейчас перейдем, да, мы просто затронули вопрос, Паша задаю, поэтому интересно его раскрыть, какой он образ. Ну, вы знаете, заочно говорить о ком-то, который не присутствует, и разговаривает некорректно. К тому же хочу заметить, что в годы, когда армянский народ Карабаха боролся за свои права, свои дома и территорию, духовный лидер армян Карабаха находился вместе со своим народом в строю с оружием в руках. Он не стал кричать о крестоносцах или прибегать к помощи стран во Христе, чтобы воевать азеромаджахедовской Аравой. Чего не скажешь о Шокюре Паша Заде, который отсиживался в Баку и кричал о джихаде, как и сейчас он это делает. Вот обратите внимание, постоянные сплетни Шокюра о том же архиепископе Паргеве. Но когда я задал вопрос архиепископу, тому не понравилось, что мы вдвоем за спиной будем говорить о Шокюре. Вот вам уровень этих духовных лиц. Теперь о том, что якобы армяне снесли все мечети в Шуше. Заранее оговорюсь, что армяне народ архитектуры и строительства. Армяне только строят, но ничего не рушат. Можете об этом спросить у турок в Стамбуле. Сколько всего армяне построили в Стамбуле от дворца Долмабахче и Бешикташ до различных университетов, мостов, караван-сарая. И все это в Турции сейчас часть достопримечательности. Предлагается туристам, кстати говоря. Зато что стало с армянским архитектурным наследием, которое туристам не предлагается. То же и в Азербайджане, где армянские хачкары, крест камни, безжалостно раскалываются, чтобы стереть армянский след в начичевание. Наивно полагаю, что тем самым сотрут, отбросив историю края. Между тем, с азербайджанскими мечетями в Шуше не только так варварски не поступают, но и своими силами реставрируют их, обломки которых остались после войны. Субтитры создавал DimaTorzok А эта мечеть, которая у меня за спиной, была построена в 1883 году. Она охраняется государством, правительством Нагорно-Карабахской республики и на данный момент реставрируется. Мы сейчас с вами заглянем за дверь этой мечети и увидим сами своими глазами, какие на сегодняшний день производятся там работы. Здесь сейчас никого из рабочих нет, висит замок. Сегодня выходной день и мы видим, что производятся облицовочные работы. Как нам сказали в мэрии города Шуше, на данный момент помогают в строительстве специалисты из Ирана. Естественно, мечеть шиитская, и армяне бы сами не справились своими силами, хотя бы потому, что никогда не были специалистами в строительстве мечетей и шиитских мечетей, тем более. В азербайджанском языке есть прекрасное выражение Ордан-Бурдан, оттуда, отсюда. Даже у композитора Узира Гаджибекова есть такое название оперета Ордан-Бурдан. И этот Ордан-Бурдан оттуда, отсюда точно вписывается в этот народ. Между тем, сам азербайджанский язык это Ордан-Бурдан, где половина процентов важных слов арабского и персидского происхождения, и лишь остальная половина примитивных слов тюркского происхождения. Также культура Азербайджана это Ордан-Бурдан, сотканная из культур перцев, арабов, тюрк, армян, лезгин, талышей и прочих. Также Ордан-Бурдан внешность тюрка-азербайджанца. Ордан-Бурдан кухня азербайджанская. И в конце концов Ордан-Бурдан сам этноним азербайджанца, имеющий иранское происхождение. Даже завоевать Карабах пытаются через Ордан-Бурдан, призывая разные мусульманские народы к помощи. Я к тому, что этот народ Ордан-Бурданцев смеет говорить о воровстве армян, у которых тысячелетиями почти ничего не менялось. Аибды, мулайами. Аибды. Здесь у Елизаветпольских ворот 18 века Шишинской крепости мы закончим сегодняшний наш выпуск. Оставайтесь с нами, следите за нашими последующими программами. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok